всем доброго времени суток уважаемые зрители как все поняли по картинке речь сегодня пойдет о катушках да ну и чтобы что-то начать действовать я попытаюсь быстренько как-то вот вас вести в курс дела о чем сегодня пойдет речь вот всем я думаю интересно было отследить за новинкой шума на восемнадцатом году а это за их ним флагманом с целой 2018 да то есть которая вышла в ней внесён ряд каких-то таких определенных новшеств не зная революционных или не не революционных да но все как бы сказать такие бренды как шимана пытаются каждый каждой с каждым новым выпуском каких-то там своих продуктов удивить и заманить клиентов свои сети чтобы они вот это вот покупали маркетинг как говорится да и одну как бы сказать детальку из этого маркетингового хода стелы мы сейчас попытаемся проверить на катушке тринадцатого года шимана биомастер с в 5000 pg да вот и вот мы как раз сейчас вот на этой катушке и проверим одно из новшеств стелы 18 да ну и сейчас я буду вам рассказывать в чем по сути дела речь это катушка уже не первый раз у меня на столе и и у меня в свое время заказывал клиент заказываю с тюнингом катушка каждый год попадает ко мне на то да работает она на дальнем востоке на амуре относительно на хороших нагрузках да вот и как раз эта катушечка для данного эксперимента подошла не как ну прям очень подходящий подошла сейчас объясню почему у всех таких вот катушек с такими большими шпулями до шпули весят достаточно массивно да потому что они большие плюс много шнуров на них емкость входит до соответственно шпуры тяжеловато а так как на этих катушках из-за этой шпули есть определенная особенность вот определенная особенность какая у нас что мы знаем все катушки шимана они в таком ценовом сегменте они являются у нас бесконечным винтом да она богисная на бесконечном винте у нас соответственно стоит бегунок в каретке который бегает и у всех этих катушек есть такие неприятные моменты когда ее поставить вот таким вот образом вертикально да и она будет шпуля достигать со штоком верхней мертвой точки и уходить низ и нижней мертвой точки уходить вверх в это время как бы бегунок меняет до рожки на бесконечники до нарезанная и в это время сопровождается вот это вот положение до когда у меня таким как бы хрустом в руку отдает либо это небольшой звуковой сигнал то есть но многих людей как бы это беспокоит и заморачивает да ну катушка данная находится в идеальном состоянии да я сейчас буду делать туда от этого на данной катушки вы не услышите вот по сути дела именно звукового щелканья когда бегунок меня от дорожки да вот но в руку от я держу до за лапку я вот ну ощущая когда тык он меня да и это вот именно очень четко выражено на таких катушках с большими шпулями которые много весят до от этого эта катушечка у них у меня сейчас выступить в роли экспериментальной да ну а теперь я скажу что я взял от стыла 18 благодаря своим хорошим знакомым когда стыла 18 еще не вышла на рынок да то есть я уже мог иметь честь и заказать кое-какие детали открыл схему этой катушечки посмотрел и уже заранее заказал кое-какие интересующие меня детали с помощью которых можно тюнинговать усердшую совершенствовать обычные катушки вот о чем идет речь вот так вот выглядит эта деталька от стрелы 18 устал и у всех семейства стрел до у последних лет тому 14 10 у них бегунок он вставлялся в подшипник да то есть там стоя подшипничек и втулка сейчас фирма шиманов стелли отказалась полностью в этом узле от подшипника и сделала вот такую пластмассовую втулку ну втулка и в биомастере стоит но чем она отличается мы видим на втулке одета вот такой вот резиновая демпфирующая колечко да вот как раз это кольцо должно смягчать как бы сказать движение удары когда бегунок будет менять дорожки да он будет мясо положение и не стукаться об каретку да то есть внутри которой он стоит и вот этот шум и вот эти переходы должны быть сглажены да и вот сейчас мы постараемся это все внедрить и поставить в биомастер в этот почему он из испытуем и я вам объяснил что прошу на этой шпуля тяжело явно выражен этот такой как бы сказать неприятный момент до который сопровождается иногда звуком иногда в руку тактильными ощущениями мы поставим в него вот эту деталь куда скажем так втулочку с демпфирующим кольцом от стрелы 18 и мы сами на практике узнаем добилась ли что-то фирма шимана этим множеством этого узла то есть исчезнут у нас вот эти вот переходные процессы которые вот да это переходный процесс иначе его никак не назвать даже с точки зрения науки до исчезнут ли у нас вот эти переходные процессы до когда бегунок меня от дорожку вот это вот ощущение тактильные в руку да и небольшие звуковые моменты но на камеру вряд ли сейчас что-то услышите нужном вы катушку взять более ушата нам конченном состоянии чтобы это даже и по звуку бы услышалось да ну катушка в идеальном состоянии да вот этого я чувствую эти только тактильными ощущениями да ну и минимальный минимальный звук ну что уважаемые зрители я уже сейчас не буду все снимать как я буду это все разбирать все думали это уже что-то наверное видели до этот момент а уже включу камеру когда мы уже непосредственно будем ставить в этот механизм все я вам маленько расскажу покажу и буду вставить но и потом я все это соберу ему посмотрим дало ли нам это какой-то результат то есть вешает ли нам фирма шимана лапшу на уши своими новшествами или нет давайте не отходите от своих голубых экранов но вот уважаемые зрители добрались мы до сути сияда и сейчас мы уже более подробно и наглядно можем это посмотреть вот выйдем как у нас стандартно выглядит для серии катушек шимана сама каретка с бегунком вот он там внутри находится и видим сам бесконечный вал да вот ну и тут конечно если посмотреть да то вот эти вот дорожки да видимо не нарезаны если взять опустить перпендикулярно относительно оси вала да то вот эти все дорожки они как бы нарезаны под прямым углом то есть перпендикулярно оси да то есть 90 градусов вот бегунок бежит 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 везде он находится как бы 90 градусов вот и тут когда он начинает менять дорожку мы видим да что наклон вот это как бы не 90 градусов да а видим что идет небольшой наклон вот видите как я показываю зубочисткой вот он проходит а потом он опять возвращается под 90 градусов да и вот в этом вот месте где вот мы видим да идет наклон когда бегунок меня дорожки как раз и происходит вот эти вот неприятные ощущения либо звуки потому что он наклоняется от своей оси до перпендикулярной вот что у нас в этот момент происходит самим бегунком сам бегунок он начинает вот так вот как бы наклоняться да мы видим как я его сейчас пинцетом наклоняю показываю видеть вот он вот так вот начинает его как бы сказать перегибать да то есть вот он отклоняется также если посмотреть все стороны мы видимо вот так он будет шататься вот тут вот как раз и в некоторых моментах нужны и регулировки бегунка регулируется ну такими вот регулировочными шайбами чтобы был вот это вот определенный так называемый зазор да за счет которого сам бегунок может не видим наклоняться если вы сейчас пинцетом пошатать то у тебя прямо в руке чувствую что там как-то как грубо вот нот как бы достаточно жестко отклоняется да и соответственно когда это происходит на вращении игрушки к скорости достаточно быстрее происходит улетит неприятные звуки и хруст и если этот зазор убрать совсем ну как бы сказать под ноль этими регулировочными шайбами да то в момент перехода да вот где он наклоняется под углом на думали все все поняли вот здесь вот да где я показываю он соответственно не будет бегунок наклоняться то есть вы уберете этот зазор и может вообще как бы верхних и в нижних мертвых точках просто под заедать да вот когда шток идет 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 раз и как бы прям туго рукой чувствуется прям раз под заела опять внизу раз под заела то есть убирать этот люфт полностью ни в коем случае вот выбирать да вот этот люфт его ни в коем случае нельзя да нужно его делать допустимо таким чтобы вот этому бегунку было свободное место чтобы он мог отклониться да и тем самым выбрать это как бы сказать зазор его таким образом чтобы в этот момент был минимальный именно шум при переходе дорожек да вот толщина этих шайб как бы мы видим минимальная да я уже не буду более подробно о регулировках рассказывать это конечно и регулирует как бы глубину опускания самого бегунка ножа до вовнутрь но так как там толщина очень маленькая можно сказать это не принципиально да то есть вот ну и что теперь я не знаю понятно непонятно объясню в принципе сильно не стараюсь объяснять не готовлюсь к видео но теперь что мы можем посмотреть а в новой стреле в нашей восемнадцатого года там применена вот такая вот втулочка вот с таким вот демпферным кольцом сейчас я вынул этот механизм до саму втулку и вы посмотрите чем они конкретно у нас будут отличаться вот вот видите ну ты вот видим что здесь и резиновое демпферное кольцо вот она теперь будет вставляться вот так вот сюда на эту катушечку и мы видим эти отклонения идут теперь на этом демпфирующим кольце они мягенькие такие хоп 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 все складывают это призвано как бы убрать именно вот эти вот все так сказать вот стуки все очень мягенько да и когда бегунок будет отклоняться меняя дорожку относительно оси бесконечника вот в этих вот местах в нижних и верхних мертвых точках да то он этим демпфирующим кольцом должен как бы сказать смягчать вот этот свои отклонения и убрать этот стук но и так я так понимаю только пока теоретически вот сейчас мы на данной катушке да на шимана биомастер 13 года свой 5000 пиджи мы проверим это все реально на практике для этого и снято уважаемое видео до меня не углублялся тут какие-то особые подробности регулировок это вам просто для общей информации рассказал что не стоит как бы сказать этот бегунок выбирать из него полностью ну в потому что будет клинить при переходе верхних и нижних мертвых точек столько подклинивать вот а мы сейчас делаем вот так берем убираем родную булочку вот ставим от стеллы 18 видим да и вставляем его сюда на место в каретку закрываем и сейчас мы посмотрим как это будет выглядеть собранном виде уважаемые зрители вот сейчас мы все проверим сейчас мы все сравним сейчас мы все проверим сейчас мы все сравним смазки здесь пока нету это просто как бы макет для понимания ситуации текущего момента вот мы видим и он также теперь отклоняется что хочу сразу же отметить при одинаковых регулировка когда это я уже заранее все проверю да сам бегунок в этой каретке каретки сыткой с этой втукой отклоняется как бы на на более такие большие углы и делает это вот мягкая даже чувствую пинцетом что нету никаких постуку они все это вот смягчается это демпферной резинкой видите отклоняется он видите достаточно большие углы и делают это мягко как это будет на практике мы сейчас после сборки уважаемые зрители это все увидим и я скажу свои ощущения потому что вы не сможете их почувствовать то есть улучшает это что-то или это что-то не улучшает то есть действительно фирма шимана сделала какой-то шаг вперед с помощью этой технологии сделав на этой втулке дымфирующее кольцо либо это просто не более чем что что-то нужно было сделать в новинке чтобы показать своим фанатам своим клиентам что смотрите мы двигаемся вперед покупайте нашу продукцию так отключаю камеру и включусь когда уже все будет собрано уважаемые зрители ну вот зрители эксперимент у нас продолжается катушечка собрана на столе она отрегулирована и сейчас нужно мне объявить его результат всего вот этого действия да вот ну что можно сказать хоть конечно у катушки просто обалденный видите да что если слегка можно окрутнуть она идет как по маслу но не в этом суть до грубо говоря нас интересовала цель как на переходных процессах меняя с верхней мертвой точки на нижней мертвой точки такой вид шпули будет перескакивать чтобы не было никаких звуковых сопровождений в руке никаких ощущений и мы прибегли к новшеству от стеллы 18 в котором реализовала такой момент фирма шимана ну вот я вот тут уже много раз ее крутил много раз его пробовал пытался сравнить до и после вот от этого точно вот вы знаете что хочу сказать помягче стала вот реально как бы есть такой момент что стала до помягче я вот специально держу вот так вот пальчиками чтобы почувствовать вот нежненько все вот эти вот толчки все остальное переходить стало помягче плавней но все-таки полностью от них избавиться не удалось хотя вот на звуковом как бы сказать дорожки этого вы не услышите да но и в руки все равно чувствую маленькие такие плавные уже такие нечеткие как бы сказать понятно и такие мягкие сглаженные вибрации вот эти вот когда переходит бегунок с дорожки на дорожку то есть мы видим что данный конструктив до который был применен в стеле 18 для данной катушечки он все-таки на сто процентов не сработал но сделал получше этот момент сделал получше сделал помягче то есть это говорит о том что все-таки для полного убирания этого такого эффекта когда бегунок меняет дорожки до на бесконечнике все-таки фирме шумана нужно будет еще работать как этого избежать и конечно же надо отметить такой момент из моего большого опыта что конечно все станки имеют определенную погрешность и все детали сделаны сопридеть с определенной погрешностью зависимости от точности класса станка до какой его изготавливают от этого никуда не деться это присуще везде во всех элементах даже когда это делается для авиации для космоса и бывает можно взять допустим много-много катушек штук десять у меня были такие моменты когда у меня этих биомастер или стил было новых штук десять и из них все равно прям четко идеально будет работать там 1 2 катушки остальные все равно где-то какие-то люфты где-то какие-то шероховатости где-то какие-то звуковые сопровождения да то есть вот это вот есть и попадаются катушки где допустим есть какая-то неточность изготовления корпуса главное пары в данном случае бесконечного винта до бывают такие моменты до что если катушка завода начинает как бы сказать постукивать когда шпуля находится в верхней мертвой точки и нижней мертвой точки то чтобы ты не делал да то есть как бы не регулировал бывают такие моменты ничего уже не сделать да и не отрегулировать ничего это видно связано конкретно с точностью изготовления самого от этого бесконечника и в таких случаях бывает даже просто тупо меняешь бесконечник новый на новый да по сути дела и шумы это исчезает то есть такой момент тоже присущ в такой подобной технике ну это катушечка наша хабаровская работает она просто идеальным образом вот и на нее будут ловиться наши мощные сильные рыбы живущие на горных реках и живущие на реке амур и соответственно дальше в процессе эксплуатации этой катушечки я смогу ее отследить ее судьбу как это все будет работать как она потом еще после нагрузок это будет выглядеть я буду за этим пристально наблюдать ну что могу сказать уважаемые зрители мое видео подходит к концу всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч